Здравствуйте, уважаемые телезрители! Самые интересные спортивные новости минувших 7 дней в программе «Спортинформ». С вами Сергей Мисурагин. Поражение с разницей в одну очко. В очередном туре чемпионата страны баскетбольный клуб «Рубон» на домашней арене принимал Минск резерв. Хозяева ввели в счете в течение трех четвертей, но в заключительной витеблянам не хватило концентрации. Гости перехватили инициативу и вырвали победу со счетом 78-77. Стартовые минуты подопечные Руслана Байдакова горели со счетом 0-10 и только через некоторое время смогли адаптироваться на площадке. В этом помог прессинг на своей половине поля. Хозяева восстановили равновесие, а за секунду до сирены вышли вперед 19-16. Уже тогда стало видно, что поединок будет упорным и вся борьба еще впереди. Мы в турнире таблицы находимся близко. Да и вообще в этом году игра две разницы между вторым и четвертым местом, они в принципе ничего не значат. Поэтому чемпионат интересный, можно ожидать от кого угодно. И я бы не сказал, что мы сегодня большие фавориты в этой игре, как сложится. Мы постараемся отыграть ее на полную, чтобы не было, как вы говорите, проходных игр, чтобы понравилось ему зрителям, борьба ему. Мы попытаемся сыграть так же, как сыграли последнюю игру в Минске. Думаю, что если ребята настроятся, то все получится. Во второй четверти рисунок игры не изменился. Соперники стремились быстро контратаковать, а не разыгрывают мяч в позиционном нападении. Немного лучше это получалось у рубоновцев. Они пошли на большой перерыв с разницей в счете в 7 очков в 43-36. После отдыха в Витебле они нарастили преимущество до плюс 16. В этот момент показалось, что дело сделано, и хозяева сбавили обороты. Недостаток концентрации привел к тому, что соперник перехватил инициативу. Рубоновцы стремились атаковать кольцо из-за 6-метровой дуги, но процент метких бросков был мизерным. Этим хорошо пользовались минчане, проводя быстрые контратаки. В итоге концовка встречи получилась очень нервной. Наши земляки имели шанс в последней атаке вырвать победу, но мяч в цель не попал. Минск взял верх со счетом 78-77. Юношеская команда «Витебск-1» и «Девушки из Орши» стали победителями перенства Витебской области по баскетболу. На этот раз спорт за медали вели 13-летние спортсмены. Впервые за долгое время в обоих турнирах выступили по четыре команды. Все благодаря тому, что в Полоцке возродили отделение занятий баскетболом, где к работе приступил молодой тренер. Пока на равных противостоять Витеблянам и Оршанцам у палачан не получается. Нужно время, чтобы набрать перспективных ребят и создать из них боеспособный коллектив. С детства, с третьего класса занимался спортом, то есть это был как баскетбол, сейчас это была и легкая атлетика, и что остальное. И потом поступил в ПГУ, в Полоцкий университет спортивный, и начал работать тренером. Работается хорошо, коллектив приятный, все друг другу помогают, дети хорошо ходят, набираемся. Набираем довольно большое количество школ, то есть очень дети хотят. И в баскетболе не так много секций, то есть набрать детей – это не такая большая проблема. Появились тренера в городе Полоцке. Я чувствую, что работа там наладится, как было прежде. Соредование проводится с целью отбора лучшей команды, лучших игроков в сборную команду в Витебской области для участия в переносе республики. Финальные поединки переноса Республики Беларусь среди юношей 2009-2010 годов рождения пройдут в городе Надвиной. Турнир в Витебске будет проводиться с 15 по 19 февраля. Важную победу в чемпионате одержала женская гонбольная команда «Витебчанка». Подопечные Александра Сытько на домашней площадке принимали сборную 2004 года рождения и взяли верх со счетом 29-23. Эта виктория позволила «Витеблянкам» покинуть последнюю строчку в турнирной таблице. Отсутствие стабильности. Именно так можно охарактеризовать выступление «Витебчанки» в этом сезоне. Подопечные Александра Сытько на определенном отрезке дистанции могут выдать яркую игру против фаворита и в тот же момент теряют очки в поединке с равным по силам соперникам. Подобная ситуация негативно влияет и на турнирное положение «Витеблянок». Психологически сложно настроиться на встречу, если за плечами груз поражений. Только вкус победы может придать уверенности в собственных силах. Не хватает прежде всего стабильности. Стабильности в уровне своего же мастерства. Обычно, я говорю своим подопечным, когда достигаешь какого-то уровня, ниже определенного опускаться нельзя. Но, к сожалению, у нас как кардиограмма получается. Для сборной команды 2004 года рождения выступление в чемпионате страны является непосредственной подготовкой ко вторым играм СНГ, которые в августе пройдут в Беларуси. Несмотря на молодой возраст игроков, минчанки научились показывать зубы и портить нервы большинству клубов национального розыгрыша. Задача основная – это защита. Забить, забивали мы и чемпионам. Главное – защищаться уметь. Поэтому над этим в основном и работаем. За защитой в приоритете. Прибавляя девчонке, естественно, это опыт, это мастерство. Самое главное – то, что больше нигде, как в игре, его не проведешь. Можно тренироваться бесконечно долго, но основной навык – это в игре. Поединок между командами проходил в упорной борьбе. Плотная игра в обороне с обеих сторон не позволяла соперницам сделать результативный рывок вперед. Первый тайм завершился со счетом 12-8 в пользу витебчанки. После отдыха хозяйки смогли удержать небольшое преимущество и взять верх над минским клубом со счетом 29-23. Эта победа позволила нашим землячкам покинуть последнюю строчку турнирной таблицы. Следующий домашний поединок наши гандболистки проведут 15 февраля против Березины. Спартакиада воспитанников детско-юношеских школ финишировала в областном центре. Лидерство оспаривали 15-летние юноши и девушки из Лепеля, Новополоцка, Глубокого, Полоцка и областного центра. Более 70 спортсменов разыграли медали в 20 весовых категориях. Команда «Победитель» представит северный регион на республиканской спартакиаде США. Команда «Победительцы», которая примет участие в республиканской спартакиаде США в городе Пинске в марте месяце. Есть ребята, которые будут выступать достойно на этих соревнованиях. Команда «Полоцка» и команда «Новополоцка» и команда города Витинск, спартальянс, они могут конкурировать также за призовое место в команде в республике. Я только что после болезни. Думаю на этих соревнованиях выступить на 6 подходов. Буду начинать в 60-80. Конкуренции на соревнованиях не есть, но я все равно планирую попасть в призов. Следующим стартом для тяжелоатлетов северного региона станет взрослый чемпионат Витебской области. Его победители выступят на чемпионате Республики Беларусь. Он пройдет в мае. По итогам будет сформирована сборная, которая представит нашу страну на вторых играх СНГ, которые пройдут в августе. Переинство Витебской области по дзюдо в программе «Олимпийские дни молодежи» собрало в Витебске представителей 13 спортивных детско-юношеских школ и училищ Олимпийского резерва. Лидерство на татаме оспорили более 120 юношей и девушек 2007-2008 годов рождения. Борьба шла за медали в 17 весовых категориях. Именно столько комплектов наград разыграют и на республиканском турнире. На него отправятся победители областных стартов. Я уверен, что на ковре будет достаточно жаркая обстановка сегодня во всех весовых категориях. Но, конечно, управление спорта не может оставлять без внимания такие соревнования. Этот вид достаточно популярен среди молодежи, что очень приятно. С города Витебска однозначно попадут люди, потому что есть неплохие спортсмены. Но основные претенденты на участие в составе сборной команды – это Полоцк, Новополоцк и город Оршин. Как и предполагали специалисты, коситяг сборной Витебской области составили спортсмены из Полоцка, Новополоцка, Орши и областного центра. Они будут защищать честь северного региона на перенесли республики Беларусь, которая в середине февраля пройдет в Могилеве. На этой неделе свое мастерство продемонстрируют представительницы художественной и спортивной гимнастики. Пройдут соревнования по шорт-треку и прыжкам на акробатической дорожке. И понятно, что не забываем о представителях игровых видов спорта. Болельщиков ждут хоккейные матчи, баскетбольные поединки и волейбольные противостояния. Во вторник, 14 февраля, в Минске стартуют республиканские соревнования «Олимпийские надежды» по художественной гимнастике. Сборную команду северного региона представят 26 юных граций. В эти же сроки в Могилеве будет проводиться чемпионат Республики Беларусь по спортивной гимнастике. Спортсменки Витебской области поборются за медали на отдельных снарядах. Перенесу страны по прыжкам на акробатической дорожке примет Гомель. В составе команды Витебской области есть юноши и девушки, кто обязательно составит конкуренцию ведущим белорусским гимнастам. Также в столице пройдет чемпионат Беларуси по шорт-треку. В субботу женская гонбольная команда «Витебчанка» отправится в гости к своему прямому конкуренту в турнировой таблице сборной 2004 года рождения. В субботу на паркет выйдет и баскетбольный клуб «Рубон». Подопечных Руслана Боядакова ждет поединок на выезде также с прямым конкурентом «Гродно-93». В этот же день стремиться одержать победу будет и волейбольный клуб «Маркова ГТУ». Его соперником станет «Могилевский коммунальник», который занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице. Я завершу анонс играми, которые ждут хоккейные клубы Витебской области. 14 февраля новополоцкий «Химик» дома встретится со «Жлобинским металлургом». «Оршанский локомотив» в гостях померится силами с «Могилевым», а команда областного центра сыграет с «Гомелем». В четверг витебляне ждут в гости «Металлург», а в «Орше» пройдет областное дерби между «Локомотивом» и «Химиком». В субботу болельщиков ждет еще областное дерби между «Витебском» и «Локомотивом», а новополоцкий «Химик» проведет матч против «Могилева». И на этом на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы, берегите себя. Будьте здоровы, берегите себя.